Привет! Это ежедневные новости о Доме-2 на канале Смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Вчера неожиданно были сорваны съемки Дома-2. 12-летний мальчик, ученик 6 класса, сообщил о взрывном устройстве, которое якобы заложил внутри периметра. Пришлось прерывать работу и эвакуировать участников и персонал. Ребенок озлоблен на Дом-2, потому что его мама каждый день смотрит телепроект. И все детство мальчика прошло под громкие скандалы. А когда же наконец закончится телестройка, он уже устал ждать. На проект вернули бывшего участника Антона Шоки. Якобы за его возвращение проголосовали зрители. Не хочу, чтобы девка, с которой я буду, играла со мной. У меня неделя, чтобы найти себе девчонку, либо я поеду домой обратно после голосования в субботу. Влад Кадони озвучил новые правила проекта. Теперь за драки будут наказывать так. Сначала дают первое предупреждение, и виновник должен три дня работать на тяжелых работах, таких как уборка кухни, мытье посуды за всеми и уборка снега. Второе предупреждение гарантирует исправительные работы уже на семь дней. Ну а в третий раз провинившегося выгоняют с проекта. По доме два новые перестановки. С острова любви на поляну отправился Руслан Минаков, он получил черную метку. Также полетели в Москву Саймон Морданшин и Лена Хромина. Саймон решил возобновить отношения с Леной. «Ты меняешься», – пишет он, – «открываешься для меня с другой стороны, и самое главное, я тебе верю. Лен, давай по-настоящему». Ну а с поляны на остров едут Настя Болинская, Катя Зиновьева и Богдана Николенко, которая пришла к Давиду Анташвили. Давид, кстати, впечатлился новым приходом, ему понравилась Дана, и он сразу же расстался с Викой Борисевич. Вика расстроена и хочет в Москву. А Маргу Овсяникова, которая буквально вчера говорила о том, что хочет покинуть Дом-2, в прямом эфире Инстаграм уже говорит обратное. Саймона она теперь не любит, ей очень интересен Рома Гриценко. Михаил Вырский, который приходил к Саше Черно, подружился с Иосифом Аганесяном. «Не думал, что мы когда-то подружимся», – пишет он. В одном из недавних эфиров развеселил всех Дима Дмитренко. Иосиф подарил Саше Черно букет, капризная девушка швырнула его в снег, а Дима и подобрал его. Взял себе, видимо, намереваясь подарить Ольге Рапунцель. «Он сделал мое утро», – пишут зрители в комментариях. Саша Гобозов дал отпор своему сопернику. Как вы помните, к Иване пришел Кирилл Воробьев. Парень сразу понравился зрителям. Многие пишут о том, что давно не было на Доме-2 таких красивых и харизматичных участников. Гобозов с ним грозно поговорил. Он сказал, что если Воробьев попытается хотя бы поговорить с Диловой, то непременно нарвется на физическую разборку. К Алене Савкиной на проект приехала ее мама Татьяна Владимировна. Женщина не стала проявлять агрессию по отношению к Илье Яббарову. Она сказала, что не против него, но просто судит по его прошлым отношениям и не верит в его порядочность. Также женщина рассказала о потасовке, которая у нее была с Димой Дмитренко в начале беременности Ольги. Выяснилось, что мама Ольги не душила Диму, как он утверждал ранее. Она просто хотела забрать у Димы телефон. Он ударил ее по губе, а она его поцарапала. Саша Шева уже переключилась на нового парня. Еще вчера она была с Андреем Денисовым, а сегодня уже обратила внимание на Артема Сороку. Они неожиданно объявили себя парой и ходят по острову, целуются, обнимаются. Чебанян, кстати, Шеву в губы не целовал, а вот Сороке нравится. Оксана Рязко посмотрела один из эфиров Дома 2. Поколение поменялось, и шоу тоже, пишет она. Наше общество стало очень жестоким и пошлым, и показывая всю эту пошлость и разврат, мы сами портим общество и будущее поколение. Но мы-то с вами помним, какой скромной была Оксана на Доме 2. Никто не забыл, что она творила и как вылизывала, например, подмышки Коле Должанскому. Еще один бывший участник, который надолго не задержался на проекте, обвенчался со старушкой. Это Гаген Солнцев. Появились кадры из церкви, на которых он венчается с женщиной, которой не меньше 70 лет. Алексей Чайчиц показал обложку женского журнала, на которой он недавно сфотографировался. Юлия Ефременкова снималась в рекламе одежды. Ольга Бузова похвасталась красивым кольцом с изумрудом и бриллиантами. Она намекнула на то, что это подарок, написав спасибо. Но вполне возможно, что сама приобрела дорогое кольцо, она может себе это позволить. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе.